Библейский портал exeget.ru представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале exeget.ru И сегодня мы с вами читаем четвертую главу. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногой твоею». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства, мира и славу их и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И тогда оставил его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Такие 11 стихов рассказывают нам о событиях искушения Христа в пустыне. Мы видим, что только-только произошло крещение Господа и Спасителя Иисуса Христа. Только прочитали об этих событиях в 3 главе, и уже 4 глава сразу же говорит о том, что тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. По этому поводу надо сказать следующее, что готовность встретить искушение после святого крещения и прихода в храм и воцерковление – это обычное дело для православного христианина, и он должен быть к этому готов. Совершенно неправильный путь искания в православии какого-либо комфорта и удовольствий. Православие – это религия, которая помогает человеку выправить путь своего мышления, не сообразоваться с веком этим, как призывает апостол Павел, но преобразоваться умом своим для того, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И соединение со Христом в таинствах церковных достичь при помощи Бога, Царствия Божия. Не о комфорте учит православие, не о вседозволенности в понимании свободы, но служение Богу и человеку этому. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что почему же так вот человек крестился, вроде бы должно у него все пойти, как говорят, в гору и работа, и карьера, и успех. Но мы видим на примере самого Спасителя на его жизни, что после крещения окрестился он ради нас, чтобы показать нам, всем образом своим, что может и к чему нужно готовиться человеку, который стал на путь служения Богу, показывает этими событиями, что искушение не миновать. Например, книга Экклезиаста Сираха, Иисуса Сина Сираха, 2 глава, 12 стих, так и сказано. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». То есть посещение искушений. «Если собираешься служить Господу, приготовься к искушениям». Вот к чему надо готовиться. Так и пишет, например, святитель Иоанн Златоуст. Цитата. «Тогда, когда же это, после, то есть тогда был возведен в пустыню, после сошествия Духа, после гласа, не шедшего свыше и возвестившего, сей есть Сын мой, возлюбленный, в Котором мое благоволение. И удивительно то, что Иисус, как сказано здесь, был возведен в пустыню Духом Святым. Ведь поскольку Он все делал и терпел для нашего научения, то и теперь попускает это возведение в пустыню и борьбу с дьяволом для того, чтобы никто из крестившихся, если бы Ему пришлось после крещения претерпевать еще больше искушения, не смущался ими, словно чем-то неожиданным, но все мужественно переносил, как нечто обычное». Конец цитаты. Итак, мы видим, что дьявол предлагает ему три искушения. Но сказано прежде, Иисус постился сорок дней и сорок ночей. Мы знаем, что пост сорок дней не придуман нами. Еще в Ветхом Завете мы встречаем и Моисей, и народ израильский, когда они сорок лет идут по пустыне. И там есть пост, и народ израильский, когда попадает в Вавилонский плен, там назначается сорокадневный пост, выход из этого плена. И здесь, когда человек выходит из плена при крещении, из плена работы грехов, как сказано в утреннем молитве, «Многомилости и милости Божьей мой, поработаю тебе, как прежде поработал сатанель Стивому, поработаю Господу Богу моему». Теперь человек выходит на это служение. На служение, какое бы оно ни было. Церковное служение, самое маленькое служение в храме, стоять у подсвечника, следить за порядком в храме, петь на клиросе, прислуживать в алтаре, помогать в социальном служении, выходить на непростое миссионерское служение, где уж искушений к ним нужно быть сразу готовым. Поэтому сказано, что постившись сорок дней и сорок ночей напоследок взалкал. Перед искушением мы видим, что был необходим пост. Так мы с вами и читаем в книге Деяния апостолов. Когда апостолы выходили на миссионерское служение и собирались в ту или иную часть света, они перед этим, как сказано, помолились, попостились, причастились и пошли благовествовать мир. Так и здесь. Показывает, чтобы здесь показано в самой истории и в самом этом повествовании, и в самом этом событии, то, что пост необходим для того, чтобы отразить все искушения дьявола. И как мы с вами прочитали, приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Видите, он спрашивает, если ты сын Божий, он сомневается. Он слышал тот древний приговор книги Бытия, 3 глава, 15 стих. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, семенем ее, она будет поражать тебе в голову, ты будешь жалить ее в пяту. Он слышал этот приговор и проклятие за то, что он соблазнил первых людей и увел их от пути, которому они были предназначены, от пути соединения с Богом, от пути обожения. И теперь он приступает с этими словами, он боится, он видит, что и волхвы пришли, и свидетельства книжники и фарисеи зачитали о том, что это должно ему родиться в Ефлееме, и бегство, и все это он наблюдает. И боится, не настал ли его час, когда этот приговор, прозвучавший тогда, еще в Ветхом Завете, теперь будет исполнен. Поэтому он приступает с этими словами, он говорит, не ты ли Сын Божий? Если ты Сын Божий, не ты ли? Видите, как он говорит? Если ты Сын Божий, он хочет, чтобы понять, он трепещет, потому что всякий грех, а он отец и разначальник греха, он трепещет и боится, что будет уничтожен. Если ты, говорит Сын Божий, и на что дьявол на самом деле не так уж и изобретателен, потому что он не имеет своего бытия, и настолько он способен на что-то новое. Он действует по старому шаблону, как он и действовал в Эдемском саду. Он видит, что этот человек, пока он не понимает до конца, кто он, подвижник, но явно, что это подвижник, что он голоден, и он говорит, зачем тебе голодать? Вот камни, скажи им, преврати их в хлебы и поешь. Что здесь такого? Что здесь плохого? Какое же здесь отступление? Пища для чрева, а чрева для пищи. Жить для того, чтобы есть, а не есть для того, чтобы жить. Какая разница? Он начинает играть этими философскими понятиями примерно. И предлагает, возьми и съешь. Вот они камни. Преврати их в хлеба. И все. В Эдемском саду точно так же он говорил. Вот, пожалуйста, вкусите, и будете как боги. Здесь он опять тоже прибегает к этому искушению. Интересно, что у Федора Михайловича Достоевского, его романе «Братья Карамазовы» есть удивительная глава, которую я выписал специально для нашей встречи. Когда, помните, инквизитор приходит, и Иван Карамазов говорит Алёше, что представь себе, ну, не так, как он обещался, придет, что увидит его от востока и до запада, как молния бывает видна, и всякое окузрит сына человеческого. Но вот пришел, ну, вот так, как бы, инкогнито. Ну, понятно. И приходит, и вот к нему подходит римский папа и задает ему вопрос, зачем ты пришел. Вот так, вот как об этом описывается. И тогда он приходит, да, его взяли в темницу Христа, закрыли над ним засов, и туда к нему приходят папа, кардиналы, и задает ему этот вопрос. Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос, хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и при рожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека, для человеческого общества невыносимее свободы. А ты видишь ли сие камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и с тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою. И прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не одним хлебом, но знаешь ли ты, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, и нет греха, а есть лишь только голодные? Накорми, и тогда спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. Такие слова, пишет Федор Михайлович, удивительны по своей насыщенности и описывают эти события искушения Христа в пустыне. «Действительно, накорми, а тогда, — говорит, — спрашивай, — с них свободы. Это дух дьявола, это подмена, подмена настоящей свободы во Христе и со Христом». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих». Всяким словом, исходящим из уст Божих. Вот что по этому поводу пишет ироним Стридонский. У него есть очень короткая цитата, но все ставящая на свои места. Смотрите. «Итак, кто не питается Словом Божиим, тот не живет». Конец цитаты. «Кто не питается Словом Божиим, тот не живет». Так и сказано из уст Спасителя. «Что не всяким, не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя и не напекнешься о камень ногое твоею». Иисус отвечает ему, написано так же, не искушая Господа Бога твоего. Что здесь цитирует дьявол? Он цитирует 90-й Псалом. Он цитирует «Живые в помощи Вышней в крови Бога Небесного во дворице». Он использует Священное Писание, искажает его и подгоняет под себя, потому что он отец лжи. Он не цитирует дальше на Аспида Василиска на Слубише, потому что он знает, что речь идет о нем. Он цитирует только первые строчки. Поэтому я и говорил и снова повторю о том, что недостаточно просто умом знать Священное Писание. Дьявол его знает тоже, но он не исполняет волю Божию. Священное Писание дано нам для того, чтобы исполнять все заповеди слов этих. Иисус сказал ему написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Христос ему отвечает тоже словами из Священного Писания и говорит, что «Не делай никакого поступка, то, о котором ты мне говоришь, бросься вниз, искушая Господа». Есть много историй, которые написаны по этому поводу. Например, по-моему, у Арнау Беляева, у епископа, я читал эту историю, которую он приводит из Древнего Патерика, что когда один старец, он возомнил о себе в своей молитве, что он может пройти и по тонкому льду, потому что он уже достиг освящения в Боге. И когда он пошел, утонул. И пишут, пишут, и делают такое заключение, что считается, как самоубийца, потому что возомнил о себе. Есть другая история, которая, по-моему, тоже в одном из томов описывается у этого же владыки. Он пишет так. Сидит человек, врач, обедает в трактире, и вдруг приходят к нему и говорят, надо идти, там человек умирает, пурга невыносимая, куда идти? Ночь на дворе. Он собирается, выполняет свой долг, собирает инструмент, идет, но не доходит и погибает. Другая ситуация. Сидит человек, тоже в трактире. Ночь, про ночь ему говорят, останься куда ты. Нет, пойду мне, да что мне, море по колено. Идет и погибает. Первый в этом случае будет мученик, а второй самоубийца. Ради чего? Не искушай, говорит Господа Бога твоего. И далее мы читаем. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства, мир и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Но он лжец. Дьявол лжец. Потому что все принадлежит Господу. Господь единственный собственник во вселенной. Он обманщик. Ему не принадлежит ничего, если Бог ему не допустит. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, если ангелы приступили, служили ему. Почему дьявол оставляет его? Потому что Христос говорит ему о том, что он знает, кто он есть. А дьявол всегда старается скалиться под маской праведника, под маской благочестия. Но когда его Христос обличает и говорит, сатана, то есть это ты, противник, отойди от меня, он слышит, что этот человек, он не понимает, кто, то ли это мессия, то ли это пророк. Но, тем не менее, когда слышит обличение в свою сторону, что он узнан, то сразу отступает. И не только поэтому, еще и потому, что Богу так было угодно. Итак, услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, 12 стих удалился в Галилею. Действительно, тогда событие здесь описывает евангелист Матфей именно так, что тогда уже Иоанн Креститель был в темнице. И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Заволоновых и Нефалимовых. Дасбудится речение через пророка Исаию, который говорит, земля Заволонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея Языческая народ, сидящий в отме, увидел свет великий, и сидящий в стране и в тени смертной высияет свет. То есть здесь евангелист Матфей приводит те пророчества, которые были известны людям, к которым он обращает свою речь. С того времени Иисус начал проповедовать и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Мы видим, что свою проповедь Иоанн Креститель начинает именно этими словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И Христос начинает этими же словами проповедь Евангелия перед началом Нагорной проповеди, заповеди блаженств, именно призывая людей к покаянию. Покаяние это состояние души, которое способно и лишь оно одно способно принять евангельское благовестие. Помните ведь, говорили уже, эта притча, она очень яркая и очень хорошо показывает для понимания, что такое покаяние и как необходимо приготовить сердце и какая душа способна принести плод. Плод, ведущий человека в жизнь вечную, плод добродетели. Это притча о семени, которая упала на почву каменистую, в тернии, при дороге и на добрую почву и дала плод. Поэтому без покаяния, то есть покаяние это перемена мировоззрения, это не просто исповедание в своих грехах, покаяние это перемена мировоззрения, понимать то, что Бог творец и промыслитель этого мира, что эволюция со всеми ему выдумками случайностей происхождения человека это не что иное как дикая фантазия. Понимать о том, что это все научно не доказано, понимать откуда произошло зло, кто родоначальник зла, как оно проникло в человеческую природу, что человеку необходимо теперь сделать для того, чтобы избавиться от смерти, ибо зло это не просто состояние согласно гуманистическому манифесту, если будем делать больше добра, то оно и чезнет. Нет, зло глубоко лежит в природе человека, потому что человек по своей воле принял это зло и начал искать альтернативный источник знания, перестал общаться с Богом, начал общаться с дьяволом. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Так зло проникло в человека, и теперь оно передается со времен грехопадения до сегодняшнего дня, как пишет об этом апостол Павел в послании к римлянам, пятая глава, двенадцатый стих, как одним человеком грех вошел в мир, так и перешел во всех человеках. Поэтому Иисус начинает именно с этого. Покайтесь, то есть перемените ум, перемена ума, не сообразуйтесь с веком этим, с мышлением этого века. Необходимо преобразование ума, необходимо напитываться словами божественного откровения, как и пишет об этом святитель Иероним Стридонский, что мы прочитали с вами выше, и так, кто не питается Словом Божиим, тот не живет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающегося в сети в море, ибо они были рыболовы. Многие отцы церкви, свидетелья на Златоуст в частности, говорят, что это не первое призвание апостолов. Первое призвание мы читаем в Евангелии Атаана. Там были призваны апостолы, Андрея первозванный, он идет, говорит Симону. Здесь он говорит о том, свидетелье на Златоуст, что, скорее всего, это уже второе призвание, потому что после событий, когда Иоанн Креститель был заключен в пустыню, тогда и Петр, и Андрей приходили уже к Иордану и слышали проповедь о покаянии Иоанна Крестителя. Они последовали за Христом, но когда Иоанн Креститель был заточен в тюрьму, в темницу, то тогда по какому-то еще молодушию своему они снова отправились и занялись своим делом, испугавшись, что с ними может быть произойти нечто подобное, как сказано, поражу пастырей, рассеются овцы, и вот был пораженный Иоанн Креститель, они ушли, но теперь Христос их призывает снова. Теперь уже не Иоанн Креститель, а сам Христос призывает их к покаянию и следованию за собой. И, как сказано, они оставив сети, он увидел закидывающиеся сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков, ловцами человеков для жизни вечной. И они тот час, оставив сети, последовало за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева, Иоанна, брата его, в лодке Завидеем отцом их, починуешь все эти свои, и призвал их. И он в тот час, оставив лодку, и отца своего последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками бесноватых лунатиков и расслабленных, и он исцелял их. И нас исследовал за ним множество народа из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, иудеи, и за Иордана. Мы видим, что Христос выходит на свое служение. Он выходит на служение, призывает учеников, за ним следует множество народа. Он исцеляет больных, хромых, лунатиков, бесноватых. Итак, мы видим здесь призвание четырех учеников в Капернауме, проповедь Иисуса Христа, исцеление, и они тот час оставив лодку, как сказано, и он ходил по всей Галилее, и прошел о нем слух по Сирии, и исцелял болезни, и следовали за ним множество народа. Вот такие события. Не хочу опережать, и так немного останавливаюсь, из-за того, что мы приступаем с вами теперь уже вот-вот к пятой главе. Пятая, шестая, седьмая глава это Нагорная проповедь. Я боюсь их трогать, и потому, что времени мало для формата этой главы, но нам необходимо действительно приготовить свое сердце, необходимо услышать эти слова, с которыми обращается к нам Христос, «Покайтесь, ибо приблизилось к Царству Небесному», для того, чтобы принять все то, что будет сказано в Нагорной проповеди в следующей нашей встрече. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!